Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас грузинские хенгали, соус к ним, болгарский перец, имбирь. Рецепт на грузинские хенгали я вам всегда оставляю в описании под видео. На мамином кулинарном канале есть подробный рецепт. Грузинские хенгали получаются очень крутыми. Какая вкуснятина! Вообще очень люблю грузинскую кухню, грузинские танцы. Дай бог обязательно поехать отдохнуть в Грузию. Но сейчас во всем мире такая ситуация. Прям, вы знаете, даже не хочется читать новости. Я почему-то думала, что 2020 год ужасный, но этот год побил рекорды всех остальных. На улице пока очень жарко. Сегодня я ходила в супермаркет в шортах. Но я уже начала присматривать себе куртку. Несмотря на то, что на улице жара, все ходят в шортах, уже начали продавать везде куртки. Во всех моллах появились первые куртки. Я сегодня померила. Посмотрела на модельки. Сейчас модно, актуально, оверсайз куртки. Причем там S прям огромный. Я просто плаваю в этих куртках. Померила пару моделей. Я поняла, что я себя чувствую очень некомфортно. Ну и что, что это сейчас стильно, модно, актуально и так далее. Я себя в этом комфортно не чувствую. Такую куртку я себе не хочу. Я уверена, когда я куплю куртку, в комментариях все будут писать. Вот, купила себе бабулевский вариант. Ну, знаете, у меня в последнее время реально такое ощущение, что я старею. Раньше, когда я была в седьмом-восьмом классе, жила в России, ходила без шапки. А сейчас мне хочется просто окутаться в какое-то одеяло, надеть теплую шапку. У меня в прошлом году была шапка очень-очень теплая. Прям, знаете, три слоя. Каждый раз, когда я одевала эту шапку, мама надо мной угорала и говорила, если ты в этой шапке, я с тобой не пойду. Я говорю, мам, почему? Мне же тепло, это самое главное. Она мне говорила, на улице 10 градусов, плюс 10. А ты в шапке? Теплый. В общем, постоянно у нас с мамой были разногласия именно из-за этой шапки. К нему еще был шарф такой теплый, девочки. Мама мне говорила, что я выгляжу как-то глупо. Шапка действительно была очень теплая. И прикиньте, что в конце прошлого года мама просто развязала эту шапку. Как она мыгла. И в общем, в последнее время я выбираю все, что удобно, все, что тепло. У меня был пуховик, когда я была в восьмом классе. Такой, знаете, приталенный. Я вам вот фоточку ставлю. Я понимаю, что сейчас такие пуховики абсолютно не актуальны, но я хочу себе такой пуховик. Я хочу ходить прям укутавшись. Вот когда у меня была эта теплая шапка, я просто не почувствовала, как прошла зима. Я выходила на улицу, и у меня просто было ощущение, что на улице 25 градусов, плюс 25. А не 8. Поэтому я себе хочу найти классную, теплую куртку. Если вы знаете, где можно заказать. Может, на Asos или в Trendyol. Покидайте, пожалуйста, мне. Можно из Турции заказать, потому что время тоже все равно есть. Пока что еще до зимы дофига. Может быть, я не одна такая. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вам тоже некомфортно в оверсайз куртках. Хотя на других девочках. Мне безумно нравится, как это смотрится. Стильно, красиво, молодежно. Но когда я это ношу, я себя чувствую очень некомфортно. Я уверена, лет через 10 мы будем просто угорать над этой модой, как сейчас угораем над тонкими бровями. Будем смотреть фотографии и думать, как нам это нравилось. Мы же ужасно выглядим. Еще мне неудобно надевать джинсы, трубы или клеш с какими-то сапогами. Поэтому зимой, скорее всего, я перейду на скинни. Короче, я стала как бабулька. Просто что удобно, что нравится, пошли все. Реально я старею. Вот я это начала понимать. Я начала ценить свой комфорт. Очень вкусно грузинский. Обожаю. грузинские хинкали. Роллы пиццу. Это очень вкусно. Прям лучшие роллы в моей жизни это роллы пицца. Это просто настолько вкусно. И наггетсы в обязательном порядке. Сначала хотела себе взять пальто. Я реально не знаю, на кого они шьют. Очень много моделей для девушек плюс сайз. Написано вроде S. надеваешь. Ты просто вот так вот плаваешь. То есть очень большой. в прошлом году мне мама постоянно говорила купи себе куртку, купи себе пальто, купи себе верхнюю одежду, шапку и так далее. А я ходила все в старых. И в этом году тоже планировала ходить в том же, что у меня есть, потому что меня устраивало. Ну, потом мама нашла выход из этой ситуации. Она просто отдала мои три куртки. Я в конце увидела, что их нету. Спросила у мамы. Мама сказала, что у деревни кому-то отдала. Ну, думаю, ничего. Самое удивительное, что у нас уже везде продаются куртки. Ты приходишь в магазин в шлепках и покупаешь себе зимнюю куртку. Причем, вы знаете, ладно бы я одна так ходила здесь. Но здесь все тепло одеваются, несмотря на то, что здесь не холодно. В прошлом году когда папа приехал на Новый год, папа был в пальто и в меховой шапке. И папа говорит, они тут по приколу все так одеты. Реально, я могу, говорит, просто в свитере выйти на улицу и не холодно. Я вообще обожаю климат в Азербайджане. Он просто идеальный. Особенно в Баку. потому что летом у нас дует легкий такой ветерочек. Не так жарко, а зимой не холодно. когда я только переехала сюда, одноклассницы в классе у меня спрашивали, ты же из России переехала, да? Я говорю, да. Там, наверное, холодно. Я говорю, да. Ну, сколько там минус бывает? Я говорю, ну, минус 25. И они такие, ну, у нас тоже, в принципе, холодно. Ну, у нас здесь плюс 5. Минусовая температура не бывает. Если у нас минусовая температура, у нас уже автобусы не работают, никто из дома не выходит. Если снег, то вообще... У всех паника. Снег. Прикиньте, на улице снег. Все, на работу не пойду. Снег. Вот, прикиньте, я учусь в 10 классе. Только переехала. Пошел снег в этот год. У нас раз где-то в 3-4 года бывает снег. Я пошла в школу. Шел такой снег. Прекрасная погода была. Совершенно было не холодно. Прихожу, а в классе только 3 человека. Нам сказали, идите домой. Никто не пришел. Учительница тоже. Я говорю, почему? Потому что снег. Я говорю, так они все рядом живут. Все равно холодно. Не смогли прийти. Температура 0. Минус 1. Холодно. Люди не смогли выйти из дома и прийти на работу. Прикольно, да? Мне реально в этот момент было настолько смешно. А сейчас я как-то привыкла. И даже когда 0, мне хочется одеться так, как будто минус 30. Надо беречь себя. Нынче здоровье стоит очень дорого. И не всегда получается его восстановить. Мой твиксик тоже простыл. И это все из-за того, что он простыл под кондиционером. Надо быть аккуратнее. Беречь себя. Беречь своих животных. Своих близких. На этом все. Всех люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok